Дина Иванова Не отдавать честь, а продавать. Американские военные в этом неплохо преуспели. Среди обвиняемых в разглашении секретных сведений несколько капитанов, полковник морской пехоты в отставке и даже контр-адмирал, который еще недавно занимал один из ключевых постов в Пентагоне, Брюс Лавлес, дословно «лишенный любви». Любви, видимо, настолько не хватало, что за интим услуги готов был выдать даже государственные тайны. Впрочем, женщин легкого поведения они не особенно интересовали. Зато сингапурскому бизнесмену Леонарду Гленну Фрэнсису помогли заключить контракты на десятки миллионов долларов. В долгу перед информаторами он не остался. Оплачивал поездки на элитные курорты и дарил дорогие подарки, например, кубинские сигары стоимостью 2000 долларов за каждую, или часы за 25 тысяч. А еще регулярно устраивал для офицеров вечеринки, на которых коллекционное вино лилось рекой и не было никаких ни материальных, ни моральных ограничений. Согласно обвинению, во время визита корабля «Блю Рич» в Манилу в мае 2008-го пять офицеров флота участвовали в разнузданной многодневной вечеринке с каруселью проституток в отеле «Шангрела». Они якобы выпили весь запас шампанского дома Периньон, а затраты превысили 50 тысяч долларов, и Фрэнсис за все заплатил. Судя по материалам Министерства юстиции США, началась эта история еще в 2006 году. Сегодня обвиняемых уже 27, больше 200 человек под подозрением. Сингапурский бизнесмен признал себя виновным в финансовых махинациях. Леонарда Глена Фрэнсиса, в СМИ его часто называют «толстый Леонард», задержали в сентябре 2013-го. Во время обысков нашли немало благодарственных писем от офицеров с восхищением. За бесценную работу и помощь сейчас уже ясно, какова реальная цена этих высоких отношений. Многие из команды до сих пор говорят о том великолепном приключении, которое они пережили. Мы все долго будем помнить ваше теплое гостеприимство. Дорогой Леонард, спасибо за гостеприимство высшего качества. Ваша работа и помощь, которую вы оказываете, бесценна. Накануне аресты прошли сразу в шести штатах. Настоящая спецоперация и не факт, что последняя в рамках этого громкого дела. Задержанным офицерам грозит до 20 лет лишения свободы и любви. Лавлас, похоже, не просто фамилия, а приговор. В США разгорается очередной секс-скандал. На этот раз в центре внимания Американской Федерации Гимнастики. Ее президент Стив Пенни подл в отставку после того, полиция начала расследование в отношении бывшего врача национальной сборной Лоуренса Нассара. Его обвиняют в сексуальных домогательствах и использовании детской порнографии. По данным следствия, жертвами Нассара стали более 70 американских гимнасток, в том числе участницы Олимпийских игр и чемпионки мира. О слишком вольных упражнениях Кирилл Кикнадзе. Он 19 лет лечил и помогал восстанавливаться лучшим гимнасткам США. Теперь выясняется, что помогал как-то не так. Против врача национальной сборной Лоуренса Нассара выдвинуто 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера. Я никому не сказала, потому что была на 100% уверена, что мне не поверят. Он был главным врачом, золотым мальчиком Олимпийской сборной США. Люди его так любили, что я была уверена, что если я расскажу о чем-либо подобном, меня лишь заклемят. О развитии скандала, связанного с уголовным делом, открытым против него, Лоуренс Нассар узнал из статьи в USA Today. Свежие номера газеты регулярно доставляются в тюремную камеру, где бывший врач ожидает начала суда. Национальный Олимпийский комитет США призвали лишить аккредитации Федерацию гимнастики страны из-за скандала сексуальными домогательствами спортсменок. А глава самой федерации, Стив Пенни, под руководством которого сборная США выиграла золото на двух последних олимпиадах, срочно ушел в отставку. Федерация гимнастики США не внушает доверия в вопросе защиты детей. Она должна быть привлечена к ответственности и реорганизована. Калифорнийский юрист Джон Менли в открытом письме на имя президента Национального Олимпийского комитета Лоуренса Пропста заявил, что выступает от имени 70 девочек и женщин, ставших жертвами сексуального насилия со стороны бывшего врача сборных команд страны по гимнастике Лоуренса Нассара и некоторых тренеров. Мы знаем пока лишь о 60 подтвержденных случаях. По моим догадкам, речь идет как минимум о сотне, а возможно и больше. От Национального Олимпийского комитета США теперь требуют принять кардинальные меры. При этом одной отставкой главы федерации гимнастики Стива Пенни дело может не ограничиться. Шоком для журналистов, занимавшихся расследованием, стало то, что Федерация гимнастики США в течение многих лет покрывала систематическое домогательство тренеров к юным спортсменкам. Чиновникам говорили, писали, подавали заявления, но жалобы просто складывали в ящик стола, в отдельную папку, содержимое которой отказываются раскрывать даже после разразившегося скандала. Мне сказали, что Ларри всемирно известный физиолог и что он тренирует олимпийцев-гимнастов для сборной США. Но мне не сказали, что он серийный сексуальный преступник и педофил. Практически сразу после нашего знакомства он начал делать неправильные вещи, которые доктор не должен делать. Вопросы к Американской Федерации гимнастики возникли не вчера. Журналисты газеты «Индианаполис Стар» выяснили, что за 20 лет тренеры по гимнастике более 360 раз обвинялись в сексуальном домогательстве. 53-летний Насар просто стал одним из фигурантов этого дела. Он был физиотерапевтом сборной США на четырех олимпийских играх, долгое время работал с молодыми спортсменками в университете штата Мичиган. В сентябре 2016-го на фоне разгоревшегося скандала врач был уволен из университета. Теперь, после отставки главного человека в американской гимнастике, похоже, пришла пора раскрывать все ящики с запыленными папками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!